Всем привет! В конце февраля у нас состоится очередной розыгрыш, на котором мы разыграем целых три устройства. Это традиционно контроллер Fibara Home Center Lite, устройство от AyoTek и пятиканальное реле Quinta от Hilton, о котором и пойдет речь в сегодняшнем видеообзоре. Для участия в розыгрыше надо быть подписчиком нашего YouTube канала и сделать и оплатить заказ на нашем сайте. После последнего розыгрыша ко мне обратилось несколько участников с просьбой поменять случайный программный выбор победителей на что-то другое. И, пойдя навстречу, я приобрел вот такой вот округ. Думаю, после этого уже не будет никаких вопросов справедливости выбора победителей. Итак, давайте посмотрим, что же из себя представляет пятиканальное реле Quinta от Hilton. Вот так вот выглядит коробочка. Давайте откроем ее. Здесь у нас инструкция, security card. Достаем само устройство. Здесь у нас комплект проводков и наконечников для более удобного монтажа. Само реле имеет вот такие небольшие размеры. Если сравнивать с Fibara, конечно, Fibara будет чуть поменьше, чуть потоньше. В принципе, Hilton имеет размеры 50 мм в диаметре и 26 мм толщиной. Но при цене 8500 рублей реле Hilton оказывается почти в два раза дешевле, чем Fibara. То есть у него стоимость одного канала реле выходит 1700 по розничной цене. У двухканального реле Fibara выходит 3200 за канал. То есть получается разница очевидна. То есть осталось только найти применение этим пятиканалам. Я не буду останавливаться более подробно на технических особенностях. Скажу лишь, что все устройства Hilton идут на чипе последнего седьмого поколения, что обеспечивает более быструю работу, более дальнюю и стабильную связь, меньшее энергопотребление. И здесь в одном устройстве все частоты. То есть можно легко переключиться. Как на российскую частоту, так и на европейскую. То есть устройство универсальное. Сегодня я сосредоточусь на практической части и расскажу, как задействовать все пять каналов реле, пятиканального реле Quinta. Напомню, что здесь пять каналов по 5 Ампер, что в сумме дает 25 Ампер суммарной мощностью до 6 кВт. Здесь у нас имеется пять выходов, пять входов под выключатели, то есть S1, S5. Далее два входа по напряжению. То есть можно использовать как напряжение 220 Вольт для двух нагрузок, допустим, и 24-48 Вольт для, допустим, трех нагрузок, либо наоборот. Либо использовать лишь одно напряжение, там 24 Вольта, либо 220 Вольт. Это дает нам возможность использовать пятиканальное реле Quinta в системах отопления. То есть подключив к нему вот такие вот термоэлектрические приводы, можем подключить их на 24 Вольта, на 220 Вольт, либо смешать их. И это является заменой вот Danfoss Hydronic Controller, который стоит в два раза дороже. И по сути представляет собой то же самое пятиканальное реле, только здесь у нас на 24 Вольта. Могут использоваться только термоэлектрические приводы. То есть, конечно, здесь несколько расширенный функционал, но если использовать, допустим, панель отопления Fibara, то есть с помощью датчиков температуры, соединить эти реле и датчики температуры, и вполне себе можно сделать себе систему отопления на пять каналов, используя вот такое пятиканальное реле, и при этом значительно сэкономить. Также можно использовать термостаты, батареечные или силовые, которые могут посылать ассоциации, то есть и ассоциировать термостаты с каждым из каналов реле, то, соответственно, также можно сделать полноценную систему отопления. То есть это интересно в том случае, когда у нас уже сделан ремонт, и нет возможности прокинуть провода от термостатов до гребенки. Пятиканальное реле Hilton может быть традиционно задействовано в системе освещения, то есть к нему можно подключить пять групп света и разместить его как в щитке, так и за группой выключателей. При этом его можно легко разместить вот в таких вот глубоких подрозетниках глубиной 60 мм. То есть сороковой не подойдет, а в 60-е он легко влазит, и при этом у нас еще, вот видите, остается место для подключения проводов. Значит, можно его разместить за блок выключателей, при этом можно управлять как пятью группами света, так и подключить еще шторы. То есть у Hilton есть такая функция, когда мы объединяем два канала реле и делаем их связанными. То есть при включении одного канала реле, второй у нас автоматически отключается. Соответственно, при включении второго отключается первое. То есть при этом мы можем использовать их при управлении либо кранами, либо для управления шторами. То есть сейчас я это могу продемонстрировать на примере группы света. То есть я объединил первые два канала. Это делается в параметрах. Могу это продемонстрировать. Параметр 101 и 102 за это отвечает. Вот мы видим, что 102 параметр я установил 12. То есть 1, 2 объединил, два канала. И также 4, 5 канала я также объединил. То есть об этом я расскажу чуть позже. Сейчас на примере первых двух каналов. То есть вот мы включаем первую группу света, включаем вторую, при этом происходит переключение. Теперь снова, да, и выключаем. Если мы подключим к двум релюшкам один выключатель, моностабильный, то, соответственно, последовательно нажимая на кнопку, у нас идет последовательное включение, то есть открытие, допустим, стоп, закрытие, стоп. То есть в принципе удобно, когда мы можем к двум каналам на шторы подключить одну кнопку и управлять шторами. И подходя к самому интересному, давайте рассмотрим раздельный санузел, туалет, ванна, плюс здесь еще у нас может быть коридорный свет, то есть это 2-3 группы света, и плюс еще вытяжной вентилятор в санузлах. Есть интересная такая функция. Если мы подключим последовательно к вентилятору конденсатор определенной емкости, то конденсатор в цепи будет несколько растягивать синусоиду и снижать амплитуду. И при этом у нас будут снижаться обороты вентилятора. Есть некоторая проблема в Z-Wave, что мы не можем найти устройство, которое бы плавно регулировало обороты вентиляторов. То есть многие с этим сталкиваются. Диммеры Fibara вообще не работают с вентиляторами. А диммеры IOTech в некоторых случаях регулировка возможна, но только в малых процентах. То есть от 80 до 100 процентов. И снизить обороты на 50 процентов просто нереально. То есть либо он не будет включаться, либо будет гудеть и впоследствии очень быстро выйдет из строя. А вот схема добавления последовательного конденсатора как раз очень хорошо работает. При этом вентилятору от этого ни жарко, ни холодно. Вентилятор, значит конденсатор можно подобрать практически. То есть я взял конденсаторы емкостью 0,47 и 0,68 микрофарад и под напряжение 300 вольт. Ну желательно конечно не меньше 300, лучше даже на 400 вольт. И теперь задействовав два канала реле, оставшиеся, вот у меня три группы света, мы можем регулировать наш вентилятор в целых трех вариантов оборотов. То есть это низкие, средние и высокие обороты. Давайте я продемонстрирую. Как раз у меня это задействованы четвертый и пятый канал реле. То есть вот видно, что реле сработало, вентилятор начал потихоньку работать. Теперь мы выключаем. Включаем второй канал. Слышен небольшой шум. То есть это вот как раз примерно 50% оборота. Теперь если мы включим оба канала реле, то вентилятор уже работает практически на полную мощность. То есть у нас получается сейчас задействованы оба конденсатора, соединенные параллельно. У нас емкости складываются и тут получается чуть больше одного микрофарада. И теперь мы можем выключить. И как раз на примере вот соединенных двух каналов реле я также покажу это на примере. То есть вот мы включаем. Так, это у нас вот большая мощность. Сейчас произойдет переключение и он уже будет работать на малой мощности. То есть единственное, что если мы соединяем два канала реле, то два канала оба мы включить уже не сможем при управлении с выключателем. И соответственно у нас возможна только работа с двумя режимами. Также я сделал виртуальное устройство Fibara. И по сути у нас теперь возможно плавное управление оборотами. То есть плавные ступенчатые. То есть здесь тоже это очень интересно. То есть можем легко там поставить Минимальные обороты. Средние обороты. Максимальные обороты. Ну и соответственно выключить. Как это реализовывается? То есть у меня вот есть виртуальное устройство, которое виртуальный слайдер. И при изменении значения слайдера у нас просто запускается сценарий. А благодаря нашей кастомной прошивке сейчас мы можем использовать код на лоа. И соответственно Просто проверяем значения на слайдере. И соответственно при значении 100 у нас оба канала реле включаются. При значении 0 у нас оба канала выключаются. При значении меньше 50 у нас включается один канал, выключается второй. И при значении больше 50 у нас первый канал выключается, а второй включается. То есть таким образом у нас вот 3 режима работы. 4 режима. То есть выключение, работа на максимальных оборотах и 2 ступенчатых, да. То есть это низкие обороты и средние. То есть я считаю, что это очень актуально в санузлах, когда у нас вентилятор очень сильно бывает шумит и мешает. И вот такая регулировка будет очень интересна. Таким образом, 5-канальное реле Хилтун в большинстве, во многих случаях может быть очень хорошо применимо, так и с 5 группами света. Также можно задействовать 1 или 2 шторины, управлять кранами, сервоприводами и в том числе управлять несколькими. Плавная регулировка, возможно, вентилятором. Поэтому вариантов очень много. Также стоит сказать, что здесь у нас запретентованная технология Zero Cross, которая защищает от высоких пусковых токов, что актуально при включении светодиодных лент. То есть залипания контактов у нас уже не будет. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и участвуйте в розыгрыше. Пока!